Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Современная техника на смену, выработавшись свой ресурс. Коммунальный автопарк Анапу пополнили три новых спецмашины. Самодельные бусы и новогодние сувениры. Авторы уникальных работ представили оригинальное решение на новогодней выставке. Соревнования по рукопашному бою. Открытое первенство края. Анапа приняла в спортивном комплексе «Олимп». Новая техника поступила на вооружение компании «Сити Кристалл». Три современных спецмашины будут задействованы в сборе и вывозе твердых бытовых отходов с территории города-курорта. О том, как развивалась и изменялась сфера благоустройства в курортной Анапе, расскажем прямо сейчас. Преимущество современной техники в ее производительности. В день одна такая спецмашина собирает и вывозит в четыре раза больше бытовых отходов, чем обычный мусоровоз. Новые автомобили отличаются от старых еще и большей вместимостью. Это 40 кубов в прессованном виде. То есть 8-кубовые лодки и вот пять лодок вмещает вот эта машина. Старые машины такой модели вмещали три. Чем реже коммунальщики будут совершать рейсы на мусорный полигон, тем меньше будут создавать помех транспортному потоку. Уменьшится и количество выхлопных газов, что важно для экологии города-курорта. Они более вместимые, более функциональные. И самый огромный плюс в этих машинах, что у них герметичная кабина. То есть, что остатки этого мусора не попадают и не протекают на дорожное полотно. Пополнение коммунального автопарка Анапы будет способствовать более качественной санитарной очистке территории курорта. На сегодняшний день в этой работе задействовано более 50 единиц техники и 170 сотрудников коммунальных предприятий. Благоустройство в Анапе в 2014 году проводилось по всем направлениям. И не только в самом городе, но и во всех сельских округах муниципалитета. На ремонт Анапских дорог в этом году выделена беспрецедентная сумма. Это более 57 миллионов рублей из краевого и 50 миллионов из муниципального бюджета. Консолидированное финансирование позволило включить в план работка городские, так и максимальное количество сельских дорог. В первую очередь ремонтировали дороги по обращениям жителей и глав сельских округов. В октябре восстанавливали дорожное полотно на улице Заводской от улицы Краснодарской до Астраханской. Проходили работы по укладке нового дорожного покрытия на улицах Лермонтова, Ленина, Трудящихся, Самбурово, Таежная, Славянская. Кроме того, по две дороги в станице Анапской в селе Субсех. В ноябре началась укладка нового тротуара вдоль дороги в селе Варваровка. Большое спасибо за будущую работу. Очень вам благодарны, в том числе и сотрудникам, которые делают эту работу. Тем более сейчас, когда началась большая стройка, вы сами посмотрите, сколько проходит машин. Не то что за час, за пять минут. И дети, которые ходят в школу, и старики, магазин. Еще раз большое спасибо. В сельских населенных пунктах будет отремонтировано 120 участков. Работы идут в Гастагаевском, Виноградном, Джигинском, Витязевском, Первомайском, Приморском и Субсехском сельских округах. Большое внимание уделено озеленению. В ходе подготовки к курортному сезону деревья посажены на Симферопольском и Анапском шоссе улицах Анапы. Весной и летом улицы, парки и скверы украсили 154 тысячи виолы летних цветов, 48 тысяч многолетних цветов. Мастера зеленстроя постоянно ухаживают за клумбой цветочной часы, обновляя цветочную композицию несколько раз в год. Осенью на часах высадили 6,5 тысяч цветков виолы. Оригинальным украшением в городе стали металлические конструкции. 48 бутонов, 42 мобильных дерева, 160 вазонов. В сквере Трисвичи высажено 50 лиственных и 18 хвойных деревьев, 110 кустарников. Сквер – единственное всеми любимое в третьем микрорайоне место отдыха и прогулок местных жителей. Общими усилиями администрации города, предприятия «Зеленстрой», «Тосов» и самих анапчан, сквер Трисвичи стал еще одним уютным зеленым уголком Анапы. Тосовцы активно участвовали в восстановительных работах сквера у памятника. Обращались в администрацию, чтобы торговые палатки перенесли от мемориала. Пожелания всех жителей микрорайона выполнили. Работаем мы с администрацией в тандеме. Стараемся ходить, вызываем руководителя отделов администрации к себе на координационные заседания. И все свои вопросы, которые назревают, которые люди нам задают, мы стараемся решать совместно эти вопросы. Всего в 2014 году по программе «Озеленение» освоили более 54 миллионов рублей. На 35% больше, чем в 2013 году. Преобразилась не только курортная зона, но и улицы и микрорайоны. Выполнены работы по ремонту тротуаров и устройству новых тротуаров в сквере Кати Соловьянова и на улице Стаханова. Установлены 170 новых скамеек и урн. Проведены работы по ремонту сквера возле СОШ номер 5 типа бульвара Руевскина. На необходимость благоустройства сквера у пятой школы внимание городских служб обратил глава Анапы Сергей Сергеев. В сквере перестелили тротуарная плитка дорожки, оборудовали пандусы для малоподвижных людей и для родителей, гуляющих детскими колясками. Облагородили зеленую зону. Старые сухие и аллергенные кусты срезали. На их место высадили быстро растущие, дающие густую тень деревья, которые хорошо переносят местный климат. Подсадили по периметру их хвойные кустарники. Уже в октябре сквер стал выглядеть иначе. Начало курортного сезона ознаменовало открытием комплекса светомузыкальных фонтанов на улице Горького и Фонтаново-Орехово-Рощи. К его открытию в роще установили новые лавочки и урны для мусора, старые покрасили. Специалисты предприятия «Римстрой» благоустроили парковую зону. Светомузыкальный фонтанный комплекс на площади перед зданием администрации освещает новые фонари. Освещение по последнему слову техники. В полную силу под ритм музыки и разноцветные огни фонтаны заработали 14 июня в день открытия курортного сезона. В следующем году городские власти и дальше продолжат работу по благоустройству и озеленению Анапы, чтобы жители и гости курорта жили в чистом, комфортном и уютном городе. И к другим темам. Новогодняя арт-выставка прошла в Анапе. Авторы работ представили самодельные бусы, игрушки, расписные доски, картины. И главный атрибут – новогодние сувениры. Подробности работы выставки в материале нашего корреспондента. Существует поговорка. Для достижения истинного успеха нужно заниматься любимым делом. Наталья – пример для многих своих знакомых. Работая всю жизнь заведующей столовой и представить не могла, что на пенсии откроет в себе талант шить кукол. Ее каркасная трикотажная кукла или проще колготочная кукла ручной работы пользуются особой популярностью. Такую красоту Наталья научилась делать сама. Интернет в помощь и умелые руки – самое главное для творческого человека. На выставку Наталья приехала со Славянска на Кубани. Ее игрушки интересные, с характером необычные и с юмором. Только работы дома бросила, все забросила. И хозяйство забросила, и мужика забросила, все забросила. Делаю только куклу. Полностью, все время занимает. И получаю такое удовольствие. Даже, знаете, не то, что удовольствие, что делаю. А вот на выставках смотрю, вот заходит клиент, идет, вот такой идет. Только подходит вот кукла. Смотрю, рот сразу расползается, улыбка появляется. Вот это вот тоже заряжает. И очень получаешь огромное удовольствие от того, что кому-то нравится. Колготки, синтепон, проволока и газета – составляющие куклы. Сделано так профессионально и не догадаешься. Лодка и стул из газеты. С чего начинается кукла? С головы, по выражению лица, Наталья придумывает, на кого же будущая красотка больше похожа. Научиться этому мастерству несложно. Достаточно большого желания. Это будет домовенок на лапте. А может быть, стрелец. То есть я одену очки, одену шляпу, дам ей рогатку. И она будет стрелец. Если хобби – источник дохода, значит день проходит в интересной атмосфере, рассказывает Наталья. Она занимается шитьем кукол только год, но уже более ста кукол радуют постоянных клиентов. Работает на заказ, но еще недавно интересы Натальи к колготочным куклам никто не разделял. Родные посмеивались, пока мастера не стали приглашать на выставки, и куклы не начали приносить доход. Муж и сын смеялись с меня. Муж вообще сказал, видно, в детстве не наигралась. Сын так приходит в гости, говорит, ну что, кукольный театр еще не кончился. Занимаясь любимым делом, Наталья бескорыстно делится своим опытом с людьми. К мастеру приходят учиться от мала до велика. Тот, кто обращается, всем показываю. С Натальской как-то нету этого. А как бы, если было, пожалуйста, я денег не беру за это. Я научилась сама без денег, и поэтому денег за это не беру. Благодаря таким выставкам раскрываются таланты. Прожить еще одну интересную жизнь, уйдя на пенсию, можно, найдя дело по душе. На новогодней арт-выставке прикладного искусства было много интересных работ. Бусы, игрушки, расписные доски, картины, но главный атрибут – новогодние сувениры. В Анапе такая выставка в зимний период проводится впервые. Задача – показать людям, что это можно сделать все своими руками. Потому что ведь сейчас хедмей – это очень распространенно. Более 50 мастеров представили свое творчество. На выставке можно было купить подарки ручной работы в единственном экземпляре. Эту выставку я ждала очень давно, потому что летом случайно попала на выставку, которая проходила по улице Горького. И когда узнала, что будет здесь, в городском театре, наметила себе за месяц назад еще, что обязательно сюда схожу. Каждый стол – это маленькое сказочное царство. Неиссякаемая фантазия мастеров завораживает. Я хочу, чтобы такие выставки чаще проводились. И больше всего мне понравилась вазочка. На первый взгляд превратить свое увлечение в доходное дело нелегко. Главное – приложить старания и не растеряться по пути к успеху. Кроме того, любимое дело еще и положительно сказывается на здоровье. Здесь не бывает суровых начальников, стрессов, будильников и понедельников. Только творчество и удовольствие. Соревнование по рукопашному бою – открытое первенство края. Она поприняла в спортивном комплексе «Олимп». За звание победителя боролись юные спортсмены. С участниками соревнований познакомилась наша съемочная группа. Соревнования по рукопашному бою среди воспитанников спортивных клубов, старшей и младшей группы позволили всем ребятам показать свое мастерство. Это не только удары руками и ногами, но и броски, приемы. Спортсмены приехали со всей Кубани. Умением обладать рукопашным боем – это значит умением обладать самим собой. То есть человек, который умеет, имеет навыки рукопашного боя, он контролирует себя, свое дело, свой разум. Соревнования посвящены десятилетию деятельности клуба боевых искусств «Белый дракон». Именно на базе клуба основано Анапское районное отделение рукопашного боя. На тренировках ребята учатся дисциплине и правильному поведению в сложных экстремальных ситуациях. Некоторые сначала на поединок боялись выходить, позже становились призерами России. За последние два года четыре воспитанника уже стали чемпионами России. Я думаю, что все те, которые сегодня принимают участие, они уже в целом перспективны именно на здоровый образ жизни, на правильные поступки. Говорить о каких-то перспективных, конечно, можно. Да, есть хорошие ребята. У Сочинской команды я увидел там несколько ребят. Симашевская хорошая, мальчишки наши, Анапские выигрывают. Большая часть спортсменов – мальчики. Девочки в этом спорте скорее исключение. Но настроены они не менее решительно. Ребята разного уровня подготовки. Сестры-близняшки занимаются рукопашным боем только три месяца, но уже выступают на соревнованиях. Светлана еще маленькая, но мечта у нее – высшее небо, стать стюардессой. А пока, чтобы занять свое время чем-то полезным, выбрала рукопашный бой. Мне страшненько чуть-чуть, прям очень страшно. Я боюсь за себя, думаю, проиграю. Но у меня настрой такой – выиграю. Оля уверена в своих силах и победе. Настроена решительно. Обещала себя хорошо вести за пределами тренировок. А боевой дух оставлять только для соревнований. Я, когда выхожу на бой, я чувствую себя сильной. Я готовлю любую девочку бить так, главное, чтобы победа была за мной. Юные спортсмены продемонстрировали зрелый, по сути, разнообразный по содержанию и зрелищный по форме рукопашный бой. До и после поединков все спортсмены обменивались соперниками рукопожатием в знак дружеского и чисто спортивного соперничества. Они учат многому, потому что на них я опознаю ошибки не только свои, но и других людей. И поэтому я хожу на рукопашный бой. Горящие глаза спортсменов, интерес и боевой дух – все это свидетельствует о том, что праздник спорта, открытого первенства среди юношей и девушек удался. До Нового года осталось 7 дней. Мы продолжаем ежедневную рубрику, в которой известные анапчане поздравляют земляков и гостей курорта с наступающим Новым годом. Поддерживаем праздничное настроение. Год для ветеранской организации города-курорта Анапа был напряженным, как и для Анапы и всей страны в целом, потому что мы знаем, какие события разворачивались и в ближнем зарубежье, так скажем, и в нашей стране большие изменения идут и усилия правительства по строительству нашего государства, так бы я позволил сказать. Мне понравилось выражение президента Путина, когда он был в Краснодаре, он сказал, что мы должны Россию строить на прочном фундаменте, и этот прочный фундамент и есть патриотизм. Поэтому мы непосредственно как раз занимаемся, помимо вопросов мониторинга за соблюдением законных прав и свобод лиц старшего поколения, но и патриотическим воспитанием граждан и особенно молодежи. Мы также предоставили помещение Совета ветеранов для подготовки серебряных волонтеров к поездке в Сочи на Олимпийские игры, и за что они привезли благодарность оттуда. То есть мы не зря им дали угол, где не могли готовиться, изучали английский язык и готовились к поездке в город Сочи. Я хочу сказать, что мы конец года и весь год готовились к 73-ю Великой Победы, которая будет в мае 2015 года. Поэтому мы провели корректировку всех списков лиц, которые будут награждаться юбилейной медалью 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Вот, поэтому работу мы эту уже закончили, списки представили в администрацию. И должен сказать, что начиная с января 2015 года администрация начнет вручать юбилейные медали. Пользуясь случаем, мне хотелось бы, конечно, поздравить жителей и гостей города-курорта Анапы с наступающим новым 2015 годом, годом 70-летия Великой Победы. Пожелать им мирного неба, конечно, крепкого здоровья, чтобы счастье у них было, повод улыбаться, выдержки, потому что время непростое сегодня идет, взаимопонимание окружающих, ну и, конечно, любви и счастья в новом году. С Новым годом! И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. В четверг, 25 декабря, в Анапе солнечно и ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 10-12, ночью до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Поступила новая коллекция одежды к Новому году. Платья вечерние и на каждый день. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...